Взять и свечить все свечи, она быстро свечет. Когда у вас все не было, она все запихнула. Ну вот сейчас-то у меня возьмем, а потом-то разводим и не увидим. Испоминаю, что я не знаю. Сейчас-то. Завесим будет. Это закрыто. Убрать это, чтобы можно было перешагивать. Проходи, пожалуйста, туда, в тот конец. А можно здесь, здесь, рядом. Так даже лучше от света. Мир вам. А что закрылись-то? Вам трудно тут? Вы думаете, комары налетят, что ли? Да. А их полно все равно. Ну, я не знаю. Так-то лучше видать, нет? Разницы нет? Разницы нет? Вот это. Смотрите, что я принял. У кого фуражек нету? Вот смотри. Гляди какой. О! Придержи рукой. Вот от жара уже накрылся. Гляди. Это я специально нашел такой. Кому еще? Нет. Нет. Не надо мне фуражки. Держи вот так вот, вверху. Да у меня фуражки нету. Так, еще кому? Вот так надевай. Мне. Держи. Так, кому дать еще? Нет. Ну так бери. Егору подайте. Тут никому не надо больше? Нет. Вот наденьте, я вам что-то расскажу. Дядя Витя, разреши? Дядя Витя, не забудьте. Дядя Витя, не забудьте. Немножко сказать. Да, да. Пожалуйста. Я даже поговорил насчет меда-то. Дело, оказывается, сложнее. Держала пчел матушка. Пчелы у нее погибли или что? Пчел нету. Не знает, кто где взять. Я поехал, мы у нее сегодня клен спилили. Мне новую пилу Андрей Головач подарил. Ну и спилили. У нее клен там все засел. Ну я думаю, как раз... Под эту лавочку-то я к ней и подкачусь. Она добрая, она бы дала. Оказывается, нет у нее ничего. Направили куда? К Любе. Я к Любе. А у Любы-то мы ей ничем не должны. Она говорит, у меня нисколько нилушеположений нету. То есть, у меня почти все сорвалось. Теперь мне нужно ехать к батюшке, чтобы он поговорил с урывкой и шерстобитов Геннадий Павлович пожертвовал сотовый мед. А гречишный, гречишный уже достал. Так, в Библии написано, если ты идешь в сад, виноград и сорвал, это не воровство, только не клади за пазуху. У тебя сегодня, Витя, работали наши? Леша. Да. Здорово. Как поработали они? Замечательно. Хорошо. Ты доволен? Доволен. Ну, если я у тебя был, вот этот маленький карманчик взял что-то. Ты ничего? Ничего. Ягодки не будешь считать за воровство? Жаловаться не буду. А? Нет, не буду. Ну, вот отгадайте еще, на девять букв. Девять букв. Черемуха. Девять букв, девять. На какую букву? Черемуха. Ну, давай, считай. Нет, черемуха. Ну, что я мог такое взять? Для вас старался. Беру и думаю, хозяину нет дома. Кружевник. 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 Точно. Ну, так давайте какую-то кепку хорошую. Я в нее насыплю. А кто там в уголке лежит? Соня. Спят, видите? Соня Маша. Маша. Смотрите, что я вам принес. А, пингвинчики мои. Гляди. Хороший такой. Сейчас, подождите. Пока по одной берите, а потом по второй положите. Ой, хороший. У нас кружевник вообще не поспелый. А тут спелый, прям хороший. Даже шапку дырявую. Да мне сейчас, подожди, не до этого. Не до этого. Можно брать. Так, возьми, поешь. Режиссеру. Спасибо, Христос. Давайте я Соню и Машу возьму. На. Берите по два сразу. По две. Я думаю, хватит всем. Ну-ка, пусти-ка. Так, поднимите с полу-то. Вкусняшка. Упали сколько. Так, подождите, по две больше не брать. Что-то не хватит. Так, ну бери. Не будешь? Обиделся, да? А что так? Это же крыжовник. Бери пару, пару, две бери. Бери. Вот она. Ты кто? Маша, Соня? Маша. Вот Соня. А это Соня. Так, кому еще? Кто не брал? Передайте другим, потом фурашку верните. Не урони. Ой. Я не брал. Ой. Ну вот. Все, ну нашел так счет. Бери твоя. Дядя Витя, дайте парочку. Я тоже. Я не буду вам мешать. Какие у вас занятия-то идут? По музыке. По музыке. Ооо. Тут я вам не помочь. Вот так. Ну, уже давайте помолиться маленько. Коротко помолимся. Так. А где у меня-то шапурашка-то? Подожди. А где моя фурашка? Нате наденьте. Вот она. О чем помолиться? Чтобы Господь расположил сердце человека, к которому обратимся за сотовым медом. Он может привезти. Это из другой деревни. Будешь молиться с нами? Сотовый мед будет. Человек-то очень хороший. Алексей, вставай. Кто может, то коленочки встаньте. Видите, как здесь хорошо стоять? Алексей. Господи, благослови нас и услыши молитву. И расположи сердце этого Геннадия, чтобы он пожертвовал для детей сотовый мед. Благослови эти занятия. И сохрани нас от всякого рода зла, греха и нападок чуждых людей. И сердца их обрати к себе, дабы они увидели, как хорошо жить в любви Божией. Ты нас роднил кровью Твоей причистой и умер за нас Спаситель. Мы дети Твои. Благослови этих детей, дар им послушание. Ради имени Твоего Святого во имя Твое просим. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ну оставайтесь с Богом, я ушел. Вот тут еще осталось их. Что там? Остались. Остались. Ну это Маше дать. Иди, где Маша, Соня. Давайте еще по три штуки я вам дам. Так. Вы только им не завидуйте. Ладно. Держите. Так. Ну еще давай, возьми три штуки. Ты не брал? У тебя побольше будет. Бери. Во славу Божию. Это дядя Витя на огороде был и сорвал. Так. Ну держи ты, кукушка. Смотри, что я нарисовал. А что это такое? Это люди, которые грешат, а это он молится за них и его убили. Так, шапка чья? Моя. Ну держи маленькая моя, больше нет, я ушел. Ну до свидания. По славу Божьей, как они хорошо расположились тут. Я даже не ждал, что так у них получится. Это шалаш-то какой вообще. На 30 человек рассчитаны спать. Спать сюда ногами, сюда головами. Ширина-то какая. Это дядя Миша помогал строить. Кальмаев. Он сейчас в больнице, операцию сделали. О нем надо молиться. Так, ну еще уходим. Слава тебе, господи. Погода жарит. Там стадо, оказывается, корове. Все хорошо. Вот. Видно еще, нет? Тут надо уметь приближать. Держи-ка. Благодарствую. Это у меня Галина Александровна снимала. Вот так. Пойдемте. Это у нас летняя кухня. Вот за столбом видать. Может теперь, когда будет на полу. А там дальше по столбам видно стадо. Коров, стадо, гурт. Видите, как в деревне все. Как все удивительно. Вот она пришла. И пошла опять там свои дела. Мыть посуду, готовить. У нас все готовится и тут же съедается. Готовят, примерно, через час уже и нету пищи. А разрешается 48 часов держать. Вот. Видите, что они тут делают. Перестирали-то сколько. Стирали в бане, а сейчас здесь стирают. Это наш шарик. Маленькая собачка с большим сердцем. Так. Виктор Николаевич и мотоцикл. Все. Маленько еще показать, как хорошо жить вместе в любви. Вот. Умывальник. Весь тут обвешанный. Вот они что. Мастерушки тут. Это все Галина Александровна. Стараются. Сколько они тут. И Никитина рубаха. Вот эта полосатая, похоже, Егорова. Вот так. Ну, а там еще деревня, видать. Вот этот дом. Наверное, Андрея. Или что-то не знаю даже. Нет, это, наверное, не Андрея, а Владимира Александровича Устинова. Вот так. У-у-у. Да какой они. Просто. Это что же такое? Это покрывало. Три натрия или больше. Ничего себе. Где они только поместили. Вот сажали мы деревья эти. Ну, сейчас они в обхвате. Ну, как человеческий корпус, так больше. Тут уже из них можно брать березовый сок. Камней натащили. Не люблю это. Вот камни-то издалека принесли и наложили. А что они дают камни-то? Спотыкаться об них. Вот так. Ой, Шарик. Сколько у тебя комаров-то на тебе? Ужас один. Как ты терпишь их? Только уберет их, они опять на него. Ну, после второго, до второго августа, в народе говорят, кто комара убьет, два пуда прибавится. А после второго, вот там уже на два пуда убавится. Вот он как. Лежит интересно, распластался, ноги в сторону. Зимой так не ляжет. Вот так. Кто-то укусил там. Что, Шарик? Ну-ка, разреши мордочку тебе прогладить. Чем-то натереть тебя полыню надо, чтобы не кусали-то. Сейчас пойду полыни порву. Вот это наш православный лагерь Стан. Ведерочки утром идут за водой. Это одно удовольствие. Это не то, что по шлангу течет. Вот они как. Все время занимаются. Занимались здесь комарики. Надоедает. А не в шалаш. Да и кто бы это думал, что шалаш у нас такой получится шикарный. А да, говорят, под столбами. Высоковольтная. Вредно. Не высоковольтная. Совершенно в стороне. В стороне от высоковольтной. Приблудная кошечка у нас тут. А вот Владимир Александрович и главный пекарь. Вот так. А это в лагерь электрический ток идет. Вот мы сейчас были в этом шалаше. Какой огороженный. И чтобы ветром не раздувало. Тут ветви березы. Сверху, чтобы не промокало. Положен там целлофан. А целлофан сгорает. Сверху прикрыто разной одеждой. И ты сегодня направь к Надежде Васильевне, там я говорил, выбирать. Она уже готова принять. Вот эту палку то убери, она на ручку пойдет. Вон она рядом лежит. Зачем она? Вот. Как она тут попала? Где-то отдельно, положи ее там, кинь. Вот так. О, там он дальше то ведет. Это поезд идет. А зачем ты на дороге? На прямой тут километра два с половиной. Ну, три то может и нету. Вот так мы тут живем. Совершенно невозможно днем было работать. Старались спрятаться в тенёщик. В тенёщик там, в лесу. Что тут? Меню на одиннадцатая. Я не могу еще так. Ужин. Одиннадцатая. Это еще пост не кончился. А сегодня тринадцатая. Ну-ка, я посмотрю. У-у-у, как жарко то у вас тут. Катерина. Синенького. Галина загуляла. Вот теперь нам жалость то уедет. Это капут нам тут водит сразу. Я зашел к Любе сейчас говорю. Еще мы будем делать. Она говорит, а куда мы денемся? Смотрите. То есть они будут вахту нести здесь посменно. Вот так. Пойду посмотрю, как там Володя. Еще там у тебя печка топится? Нет, у меня она закрыта. Закрыта все. Там ничего не посмотришь, да? Нет. Сколько у тебя кирпичей получается хлеба? В среднем двадцать один. Ну и за сколько съедают? Два дня? Ну где-то примерно, да. И опять пекарь. Ты говорил, там труба где-то еще. Это твоя работа. Надо сделать. Никто там не сделает. Где? У Надежды Васильевны? Ну да. Ну она сказала, ведро цемента там надо взять у Сергея. Да ведро там. Зачем там ведро? Там несколько горстей с песком. Внизу что-то там прибить как жесть, чтобы не проваливалось. А потом сверху там со щебенкой или с чем. Сегодня зашел я. Что ты думаешь? Ластощата в предбанники вылетели? Ну и нормально, все открыто. Я захожу, баня-то открыта. Они в бане свили гнездо. Ну я сейчас заперт, потому что в баню уж мы не можем отдать. Это не кель. Келью ласточка мы отдали. А они вывели. Как вылетели тут? Я не смотрел даже. Надо посмотреть будет. Да вылетели. Предбанники вылетели. В лагере вылетели. И все. Пошел. Уже свили. Пока они яйца не стали нести, я закрыл. А они сейчас крещат. Там кред закрыл. Пришел. Ну видно, что недовольные. Ну а что дальше в бане-то? Там уже температура смола вытопляется. Там никто не выдержит. Да и как им там быть? Я сейчас наблюдал. У нас стекла нахлёст идут друг на дружку. И туда пауты залазят. Они видно пузатые и застревают. А оса она потоньше залазит и начинает. То крыло сразу ему отгрызет. Голову отгрызет. И начинают полностью его съедать. У моей мамы очки были. Она плохо стала видеть с очками. Она вторые надела. Я приду. Она говорит. Между очками заползают мухи. Это мешает считать акафисты. И вот сейчас я наблюдал. Борьба паут с осой цепились. И вот так вот кувырком. Ну куда против осы. Мы видели. Сегодня она грызла одного. Посмотрю я. Это девчащая келья. А здесь отдали. Все. Вылетели. Только они на палочке сделали. Палочка-то разломала гнездо. Они не понимали, что палочка-то временная. Если она гнездо-то передвигалась. Вот она движется. Палка-то. А они на нее, палка-то оказалась подвижной. Этого они не знали. Такого у них не было. Ну вывели, вылетели. Ну тут хранятся одеялки. Все пока. Виноград у нас. Вот сколько винограда. Ну будет что или нет, Бог знает. Нынче ранний был мороз. Все побил. Тут тополя огромные. Уже выросли березы. Все это сажали. И все это надо оставлять. После себя других ставить. Все здесь обдумано, огорожено. Вот фундамент здесь. Ну и ягоды. Клубника.